Всем добрый день, дорогие подписчики! Вот, наконец-то, один из экспериментов подходит к концу. Прошло 4 месяца, как я посадил черенки. Ну, правда, черенки все были, можно сказать, срезаны прямо с дерева и сразу же, тут же были посажены в мох. Ну, прошло 4 месяца и, как бы, наверное, уже корешки-то уже должны были появиться какие-то. Ну, посмотрим, что сейчас появилось. Сейчас я вам покажу. Еще сам не смотрел, очень самому интересно. Просто приехал из отпуска, можно было, наверное, раньше посмотреть, но уже заметил, что, допустим, у одного черенка верхушка начала подгнивать. Ну, листочки не падают, никто за все время, можно сказать, в этом боксе, который не умер черенок, все живы полностью. А сейчас мы приступим к распаковке нашей теплички, которая уже 4 месяца. Как мы тут видим, здесь и трава росла, я ее периодически выдергивал. Мох сам растет, поднимается все выше и выше, некоторые черенки закрывал. Поэтому здесь вот у меня кротон пытается украиниться, два листочка на все, пока безуспешно. Ну, надеюсь, он украиниться. Ну, сейчас видео не про него. Ну, давайте приступим, даже не знаю, как это все нам распаковывать, откуда начать. Ну, вот, допустим, вот здесь что-то есть у нас. Это у нас листочки мандарина. Сейчас попробую его вытащить, посмотреть, что у нас тут имеется. Выходить чего-то не хочет. Так, то ли он прирос? Нет, вот я его вытащил. Такой череночек дал нам два корешка. Очень даже неплохо для такого маленького череночка. Сейчас будем череночки сажать. Так, что у нас здесь? Здесь у нас лимон, и, как мы видим, тоже дал корешки. Так, это мох. Это у нас тоже лимон. Уже вижу корешочек. Очень аккуратно, чтобы его не сломать. У лимона уже очень большая корневая система образовалась. И очень сложно его распаковать. Да, он тут разросся. Вот этот уже у меня он начал чуть-чуть поднимать. Я испугался на самом деле. А у него, в принципе, очень даже неплохие корни. Что у нас у лимона? Еще одного. Как у этого корни поменьше будут? Или вообще нет? Не могу понять. Нет, вот корешок есть. Но очень-очень-очень маленький. Так, вот у нас еще один лимон. Корешки только пошли. Так, здесь у нас лимончик. Еще один. Но у него... А нет, смотрите. У него уже корешочек появился. Маленький. Но уже есть. Так, здесь у нас даже дал листочки. Так, дал листочки новые. Почки вон вовсю идут. И есть также корешки. Смотрим. Ну, это грейпфрукт у меня был непривитый. Это, можно сказать, сидит дичка. Две дички. Это чисто я решил укоренить, чтобы потом можно было на него чего-нибудь привить. Ну, и для эксперимента. Так, походу дела не с корнями и густыми. Хотя нет. Корни есть, но не густые. Так, вот такими дефектными листочками я хотел его выбросить. Но решил принять. Вот второй у нас. Грейпфрукт тоже дал корешки. Так, вот второй мандарин. Вернее, даже это уже третий. У него поменьше корешки. Либо, как я тут один сломанный, как будто, может быть, я его подломал. Либо он остановился в росте, непонятно. Ну, это у нас грейпфрукт. Корневая система хорошая. Уже, ну, в принципе, можно даже будет самком посадить. Он уже, кстати, пытался давать свои новые листочки. Так, ну, в общем, в принципе, я доволен с первого, можно сказать, своего теплички бокса. Но, в принципе, все дали корешки, кроме, можно сказать, одного черенка, маленького лимона, либо лайма. Я уже, честно говоря, не очень помню, что это лайм. Но нужно подписывать. В следующий раз буду подписывать. Но все черенки, которые, можно сказать, я воткнул, все дали корешки. Ну, единственное, что они прошло очень большое время. Как бы, получается, это 4 месяца. Вот в данный момент всем этим корешкам. Будем пробовать еще другие способы укоренения. Посмотрим, как будет у них. Но не нужно забывать, что сейчас зима. Можно сказать, у нас идет... Все черенки, можно сказать, были с искусственным светом. Полностью, можно сказать, стояли чуть ли не в чулане. Без освещения солнца. Чисто только на искусственном освещении. Все вот эти корешки были даны. Возможно, если будет не искусственный свет, а солнечный, в этих же тепличках будет эффект намного быстрее. Но это я уже летом проэкспериментирую. Для зимы и только свеже срезанные черенки дали, в принципе, неплохой результат. Все. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. До встречи в новых видео.